Добрый день! Может быть помните, у нас была очень интересная панель, очень острая дискуссия в прошлый раз. Может быть не помните. Но я запомню, потому что через день после обеда ассистент мне говорит, Сергей, ты гибко просит перезвонить. Я говорю, ху-ху-ху, я что-то не то говорю. Я звоню Мортену, как панель прошла? Нормально? Он говорит, нормально. Я уже перезвонил и выяснил, что тема совсем другая. Это для меня подтверждение, что модерация панели была успешной, поэтому я стараюсь сегодня продолжать в том же духе. Для вопросов я буду использовать Financial Stability Report Национального банка. У них есть очень прекрасный отчет. Я всем рекомендую читать два раза в год. Отчетность о финансовой стабильности. Я предполагаю, что пишет основной господин Сологуб, который будет скоро. И на самом деле, видите, я очень внимательно отслеживаю то, что мои коллеги говорили. И думаю, что темы совпадают. Чего хочу начинать? В этом отчете Национальный банк пишет, что практически все банки хотят наращивать розничное кредитование. А именно розничное. А даже есть такое... Я забыл, извините. Даже есть такое выражение, что Consumer Lending is on the verge of a boom. Что начинается бум потребительского кредитования. Это то, что есть в отчете Национального банка. Но то, что я слышал на самом деле сегодня, мои коллеги не совсем разделяют эту позицию. И если смотреть, даже Национальный банк чуть-чуть противоречит себе. Потому что, хотя эти не совсем свежие данные, потому что четвертый квартал прошлого года, рост доходов и рост, там вы видите, рост доходов и рост потребления остановился. Хотя то, что господин Тибу говорил, в этом году, первый и второй квартал уже показывает достаточно хороший рост. Если мы хотим расти, и хотим расти, это первая тема, хотим расти в розничном бизнесе, тогда у нас в теории есть ипотечное кредитование. Кирилл об этом говорил. Укрогазбанк, скорее всего, первый, я предполагаю, я другого, честно говоря, не видел на рынке, который уже активно работает в этом сегменте. Есть еще потребительское кредитование. Что касается розничного кредитования, Национальный банк утверждает, что они не видят, как это сказать, стабильного фундамента для роста в этом сегменте. Очень интересный вопрос, хотелось бы обсуждать. А вторая тема, consumer lending, потребительское кредитование. То, что мы видим, потребление и доход населения очень сильно зависит от государственных мер. Увеличиваются пенсии, не увеличиваются, уменьшаются налоги, не уменьшаются. Минимальная зарплата будет столько или больше, или меньше. Поэтому начинает ли украинская экономика как-то самостоятельно, уже независимо от государства, существенно увеличивать зарплату. И к чему это приводит. Тоже тема, о которой говорили докладчики. Поэтому, если вы согласны, я начал без розничного кредитования и ипотека. И первый вопрос к Кириллю, который об этом говорил. Кириллю, ты сказал, что ты видишь спрос. Но если, честно говоря, я смотрю на балансы или презентацию господина Вайсмана, я как-то на наших балансах, на наших активах этот спрос как-то никак еще не увидел. Есть ли там какое-то противоречие? Есть небольшая разница, я хотел бы сказать, между нашими и вашими балансами. Что я имею в виду? Я имею в виду балансы государственных банков и негосударственных. Мы говорили, Константин приводил хорошую статистику об уровне покрытия резервами и долях НПЛ. У нас, и это отличие, я буду говорить об Укргазбанке, естественно, исключительно. Коллеги мои будут говорить сами о себе. Вот у нас уровень покрытия резервами портфеля составляет 22%. При этом корпоратив 9, 12, МСБ 9, а вот розница 76. Это нетипично, я уверен, ни для кого из сидящих здесь, кроме государственных банков. Почему? Потому что вот Сергей говорил о том, что балансы почистили. И одноосновным инструментом чистки балансов для негосударственных банков, в том числе, является продажа плохих активов с дисконтом. Вот мы, к сожалению, таким инструментом не обладаем. Для нас это нелегально. Поэтому видеть в балансах, наверное, это сложно. И я сегодня хочу сказать, что спрос, он начинает возрождаться. Я об этом сказал. Что такое начинает возрождаться? Опять же, на примере Укргазбанка. То есть мы в первый месяц по совместным программам выдавали порядка 20-30 штук ипотечных кредитов. Это в штуках. При том, что там средний кейс, он, конечно, неплохой, это не консюмер. Но это все равно достаточно маленький спрос. То есть сегодня… Срок какой? Срок у нас до 20 лет. Ну, типичный то, что требуется. Типичный срок, то, что и требуется. Мы же все понимаем, что реальный срок жизни ипотечного кредита, он не 20, он 6-7 лет. Поэтому наши программы, они направлены на то, чтобы в первые годы ставка была пониже. И сегодня мы выдаем в месяц порядка, наверное, 100 штук кредитов. То есть говорить о промышленном росте ипотеки пока рано. В том числе, потому что существует вот это все нависание вот этих факторов, вот этот козырек, начиная с моратория, неурегулированная ситуация с дикой застройкой. Ну, и масса вот этих вещей, которых я упоминал, там, опекунские и все такое, это уже атовизмы еще, которые мы переживаем из советского времени. Поэтому вот этот спрос, он зарождается. И я глубокий сторонник того, что его не может не быть. Ну, простите, люди женятся, рожают детей, и этот процесс не останавливается в связи с тем, что ввели мораторию на ипотеку. Ну, никак это не связано. Вопрос к вам. Вы сказали, что вы запускаете новые проекты, в том числе Mobile Banking, SME Banking. Потребительское кредитование интегрируется с Таскомбанком или с Универсалом, я уже не помню. В вашем докладе ипотечное кредитование отсутствовало. Это случайно или… Я предлагаю дискуссию об ипотечном кредитовании сейчас закрыть и перенести ее немножко. Потому что, на мой взгляд, говорить сегодня об этом может быть. Какие-то банки могут, но все же понимательно и все просто. Есть стоимость денег. Для того, чтобы выйти на реального заемщика, необходимо 20 лет. И чтобы выйти на нормальные еще резервы, Национального банка добавьте, это определенная доходность заемщика, чего нету на сегодняшний момент. И стоимость денег. У нас такой стоимости денег нет. Поэтому то, что я понимаю под розницей сегодня, что будет интересно. Прежде всего, потребы и БУ Апто. Потому что в БУ Апто можно заложить часть стоимости с потребителем. Если то, что говорит Кирилл, работать вместе с застройщиками, там тоже часть ресурса можно заложить в стоимость квартиры, и тогда можно каким-то образом двигаться. Мы по трем линиям мы сегодня двигаемся по розничному прессу кредитованию. У нас кредит-маркет, который шарашит, как швейная машинка сегодня. И мы за этот год открыли еще 300 удаленных точек и дальше будем открывать, имея 110 где-то отделений, ну 150 до этого. Проблема фондирования, потому что прийти сегодня, взять где-то ресурс, немножко сложно. Мы универсал начинаем специализировать как такой узкорозничный банк. И тут будут самые современные технологии. Мы много там дадим новшеств, много новаций будет. Мы не остановимся на первом продукте, но мы готовим такой же приблизительно продукт и на Тоском банке, который мы уже с января, думаю, тоже начнем активно продавать. И свою карту сегодня по Тоскому тоже активно двигаем. Поэтому я считаю, знаете, стоимость ресурса и доходность населения, исходя из этого потребы, после этого БУ авто, после этого авто, после этого ипотека. Спасибо. Тогда последний вопрос. Вот я уже не совсем помню, Константин, твои цифры. Вот в твоих прогнозах ипотека тоже такой нишевый рынок. Правильно? Ну, Сергей Леонидович правильно сказал, тут и цена ресурса играет, прежде всего, но на самом деле и длина тоже. У нас длинных денег же нету и вряд ли появится в ближайшей перспективе до тех пор, пока не стабилизируются ставки на каком-то уровне, что можно будет брать в долгую деньги. Потому что сейчас банки просто не захотят платить высокие ставки по длинным депозитам, потому что будут нести процентный риск. Поэтому, ну, как минимум, там, ну, правильно, эффективный срок 6-7 лет, ну, хорошо, ну, хотя бы 3-4 года там какие-то деньги должны быть. Понятно, что разрыв по срокам всегда есть, но он не настолько же огромный. И, то есть, получается, и ликвидность, и риск понесем, и процентный тоже параллельно. И ставки должны, конечно, опуститься в диапазон, там, я не знаю, для кредитной, я имею в виду, не депозитной, там, 10-12% это минимум, а лучше даже ниже 10. Хорошо. Ну, кто-то говорил, я уже не помню, кто-то, что проблема в Украине, что горизонт планирования достаточно короткий. Но, видите, есть и преимущество, что у нас государственные банки, у которых горизонт планирования, например, что касается ипотечного кредитования, достаточно длинный. Конечно, потому что мы можем оперировать капиталом в этом случае. Хорошо. Хорошо. Второй, давайте переводим на тему потребительского кредитования. Вопрос, Сергей, ты говорил о том, что вот это new production, fresh money, достаточно серьезный, растет, я не знаю, назвали цифру, или это коммерческая таганя, или нет, растет. А, да, что до конца августа мы уже дошли до уровня предыдущего года. Там то, что я вижу, и опять, если мы как-то чуть-чуть анализируем балансы, что new production, да, 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 растет, но будто бы на беговой дорожке, да, что бегаем, бегаем, быстрее, быстрее, но что касается активов, мы топчемся на месте. Это правда? Или да, тогда почему-то? Ну, на самом деле, действительно, есть такая ситуация о том, что средний срок кредитов, он очень короткий. Вот люди, несмотря на то, что мы готовы давать и на длинный срок, да, и там на 24, там 36 месяцев, предпочитают как можно быстрее давать эти деньги. За год средний срок увеличился, да, если мы начинали год, по памяти скажу, там где-то было порядка 6 месяцев, да, средний срок, то сейчас он начинает приближаться уже к 9 месяцам. Это помогает с точки зрения того, чтобы осаживаться в виде баланса, но с учетом вот такой среднесрочности мы понимаем, нам действительно нужно бежать каждый раз еще быстрее для того, чтобы что-то было в балансе. Ну, в любом случае в этом есть большой плюс, да, это наши взаимоотношения с клиентом, это возможность продать кредитную карточку, а кредитная карточка вообще, я считаю, в нашей стране это пока еще там недоинвестированный продукт. Если посмотреть там украинцев, да, то есть, ну, вряд ли мы там даже найдем по одной кредитной карточке в кошельке. Если посмотреть там на американский рынок, да, одну из статистик, которую я читал, что там порядка 5-7 карточек кредитных находятся в кошельке у человека. И в то же время и даже культура использования там карточки, да, то есть как расчетов и тому подобное достаточно низкая. Вот, и это все наши еще перспективы. Что? Ну, мы начинаем говорить о том, что это основная проблема, что надо как-то удлинять кредиты, да. Например, скорее всего, бэушные машины – это один способ, чтобы удлинять кредиты, потому что это уже будет не 6 месяцев или будет не 9 месяцев, или кредитные карты. Но ты сказал, что клиенты не очень-то хотят, скорее всего, из-за стоимости ресурса. И тоже потребительском кредитовании, посткредитовании в разы, потому что идет компенсация со стороны розничных партнеров, в разы дешевле, чем кредитная карта. Как можно как-то мотивировать клиентов, чтобы мы чуть-чуть удлинились? Я думаю, этот фактор связан с двумя вещами. То есть первое – это дальнейшее снижение процентных ставок, потому что на самом деле потребительский кредит, он достается достаточно дорогим еще. Опять же, вследствие того, что быстро выгашают, операционные расходы у нас там существенные, средний тикет не такой уж высокий, чтобы модель работала, нужно иметь достаточно высокие ставки. Это первый фактор. А второй фактор – это, наверное, финансовая грамотность. То есть человек не должен бояться кредита, он должен чувствовать себя определенно защищенным. К примеру, та дискуссия, которая есть сейчас про финансового омбудсмена, то есть это очень хороший, важный фактор, как добавить такой конфиденц со стороны потребителя в рынок. Потому что с маленьким суммой, если возникают какие-то проблемы, он реально не защищен. Как ему защищаться? Куда идти в суд с длинными дорогими процедурами? Тяжело. То есть публичности с точки зрения работы банков, это влияет пока еще недостаточно сильно. То есть вот это еще один фактор. Ощущение защищенности, финансовая грамотность, он будет помогать удлинять в том числе использование денег. Может быть общий вопрос всем? Кому давать кредиты? Если вы помните, как-то это было полгода тому назад, АФС и ГФК сделали очень большое исследование. В принципе, это 150 страниц, но я выбрал две страницы, которые как-то мне показывают, что они нам рекомендуют никому ничего не давать. Потому что огромный вопрос. Вот эта страница показывает, что какая-то там 60, 50 с чем-то, но половина людей, они планируют брать кредит на текущие, как это называется, на текущие расходы. Это то, что рисковикам обычно не нравится. Но еще интересная вот эта следующая страница, там, ну, в основном написано, что кроме айтишников никто не в положении погасить кредит. Потому что только айтишники, которые зарабатывают деньги, у них финансовая грамотность, но, скорее всего, там группа айтишников недостаточно, чтобы мы все как-то вместе росли такими темпами. Поэтому каждому как-то вопрос, какую целевую аудиторию вы имеете в виду, когда говорим о том, что будем наращивать розничное потребительское кредитование? Саги Ильинич. Когда мы говорим о рознице, несколько нюансов, которые, я считаю, надо учитывать. Первое. Кто хочет этим заниматься эффективно, постоянно должен думать о добавлении каналов продаж. То есть должна быть мощная многоканальность. И каждый раз ты должен увеличивать, увеличивать, увеличивать. Второе. Да, жизнь клиента коротка. Он берет и погашается. Но тут 6 месяцев. Нет. Практически, если посмотреть на проблемку, то здесь нету таких больших действительно цифр. И сейчас, когда Сергей говорил о том, что тут уровень дефолта низкий, я постучал по столу, потому что действительно правда. Катя тоже рядом. Но необходимо сразу заменять продукт. Надо понимать, что клиент тянет тяжелую ставку определенное время. После этого, если он нормальный клиент, ему надо удешевить продукт. И тем самым продлить свое сотрудничество с ним. И третья позиция, которой постоянно надо думать, надо кроссить постоянно. Прежде всего, страховыми продуктами, какими-то другими продуктами. Тогда будет дополнительный заработок. Тогда можно немножко где-то понижать ставки. Кого? Не знаю. Каждый раз необходимо разбираться. Мы не имеем какой-то одной или двух групп, которые мы отрабатываем. Мы каждый раз смотрим на профиль клиента. Каждый раз меняем этот профиль в зависимости от того, что происходит в экономике. Мы часто делаем по отдельному сектору изменения. Потому что видим, металлургия пошла, заработные оплаты пошли. Там, допустим, мы можем скорректировать. Мы видим где-то, когда была, скажем, война, обострение, там мы резали лимиты и так далее. Вот чего-то такого, чтобы мы выделили одних айтишников и на них ориентировались. Нет, такого нет. Я добавлю, мне кажется, что у нас в стране, с учетом того, что, честно признаемся, страна достаточно серьезно обеднела после той резкой девальвации, которая произошла, и того макроэкономического кризиса, который случился, у нас существует достаточно большой отложенный спрос или потребность в потреблении. То есть в обновлении, не знаю, каких-то домашнего обихода, техники, покупки еще чего-то, решение какого-то своего благосостояния. При том, что даже в интервале с 2010 по 2013 год мы видели о том, что потребление играло громадную роль как двигатель даже ВВП. Если посмотрите статистику, вы увидите, что это был реально большой вклад в ВВП. То есть даже в те времена, когда мы там жили лучше. Сейчас, после того, как люди стали беднее, у них эта потребность, наверное, даже стала еще острее. При том, что по нашему опыту мы видим о том, что сегменты все берут. И фермеры берут, и СПДшники берут, и служащие, рабочие и тому подобное. То есть это, скорее всего, стало универсальной составляющей на текущий момент. Большой отложенный спрос и необходимость закрытия каких-то текущих потребностей, которые есть у населения. – Кирилл, Кирилл? – Нет, тут небольшое замечание. Просто на сегодняшний момент у банков есть уникальная возможность хоть минимум в ближайшие 2-3 года получить лучших заемщиков в силу просто уменьшившейся конкуренции. Просто нет тех уже розничных рынков, которые были, и нет того сумасшедшего бума и поиска, где же найти еще заемщика, который может нести для банка какой-то риск. Поэтому и риски сейчас, естественным образом, на более низком уровне находятся, потому что отбирается самое лучшее, а approval rate все равно закручены, откручиваются потихонечку, но берутся самые лучшие заемщики, и это будет какое-то время сохраняться, потому что у всех заемщиков произошел делевередж, то есть они все уменьшатся в силу как раз низкой срочности этого вида кредитования потребов. То есть это же не ипотека. Ипотека вообще это крайне узкий сегмент людей, которые здесь получили. Это крайне мало, так сказать, основа. Это население, которое на сегодняшний момент не докредитовано. В моей презентации это было указано. И сейчас банки снимают сливки с этого, в том числе и за счет уменьшившейся конкуренции. Я бы еще добавил о том, что лучший ответ на самом деле наследие GFK это действительно качество портфелей. Потому что в принципе мы активно выдаем, количество клиентов увеличивается, а качество портфеля остается на действительно очень рекордно хорошем уровне. Буду тоже уверен. И это на мой взгляд лучший ответ на то, что статистика не всегда права. Да, то что касается даже обзора Национального банка. Есть базовые факторы, без которых невозможен рост рынка потребов в любом виде на кредитование населения. То есть если нет роста доходов населения, то этот рынок, он, скажем так, он не имеет потенциала для расширения. А у нас на сегодняшний день есть обеднение населения и есть снижение доходов, реального дохода, пересчитанного в валюте. Плюс мы имеем, к сожалению, уже на сегодняшний день изменившуюся инфляционную тенденцию. То есть если мы с начала года первые три квартала имели достаточно уверенные прогнозы, то четвертый квартал нам, ну в общем достаточно традиционно для Украины, в четвертом квартале это часто происходит, но инфляционная тенденция меняется. И фактически, благодаря чему развивается рынок консюмер, и почему, да, я согласен с коллегами, что профиль клиента для ипотеки, он достаточно тяжелый. Его селекция таких клиентов, это тяжелая ситуация, тем более, что мы подходим исключительно к оценке его с точки зрения официального дохода. Честно говоря, большим драйвером, как с моей точки зрения, для консюмер финанс является та часть дохода в население, которая находится в тени. И вот это и есть сегодня тот драйвер, благодаря которому хорошо у всех коллег низкий уровень НПЛ по этому портфелю. То, что не попало в официальную статистику, да? То, чего нет в официальной статистике, естественно. Так, чтобы как-то подытожить, правильно понимаю, что наша ставка на розничное кредитование, мы исходим из того, что догоды продолжают расти по разным причинам. Одна причина – это демографическая ситуация. Вторая тема, что кредиты, они достаточно короткие. И наш процесс, то, что вы говорили, очень трудоемкий процесс. Многоканалность, увеличивать объемы, кроссить – это достаточно трудоемкий процесс. Поэтому мы как-то все-таки остаемся в этой же сфере. И в том числе хочу как-то переодить на тему операционной эффективности, о чем мы говорили. Потому что одна проблема в моем понимании, что мы продаем самые простые, не сказать, что самые дешевые, но самые простые продукты через самый дорогой канал. Количество отделений, как минимум, как я вижу, в наших банках остается, в вашем банке растет. Как мы решаем, вот это опять, вот есть определенные противоречия. Как мы будем решать этот вопрос с эффективностью? Надо больше платить, отделение, инфраструктура остается. New production растет, но баланс не растет. Достаточно серьезное давление на увеличение зарплаты. Наши аналитики, венгерские, они прогнозируют, что в следующем году увеличение номинальной зарплаты в среднем будет около 20%, при инфляции ниже 10%. Как мы справимся с этой ситуацией? Я не знаю, кто хочет начинать. Я думаю, что это очень актуально, очень живая тема. Мы все как-то находимся в процессе бюджетирования, поэтому, например, на меня лично акционеры давят, что costing-com ratio надо как-то держать. Хотя, с другой стороны, они сами говорят, что зарплаты как-то увеличиваются на 20%. Как мы выводим из этой ситуации? Кто? Ну, давайте я тоже начну. Может быть. В одной из бесед с прибалтийским одним банкиром меня так удивила, его так явно открытая логика. Когда он мне рассказывал, как они выстраивают, используя разные каналы в продаже, он говорит о том, что вот сейчас мы акцент делаем на дистанционные каналы. Я говорю, да, это потому что там новые опыты клиента и тому подобное, что у них потребность. Он говорит, да нет, нет, не в этом дело. Люди просто дорогие очень. Говорит, нам стоимость человеческого труда стала настолько высокая, что нам инвестировать в машину стало выгоднее, чем в принципе держать людей. То есть это вот такой немножко разворот с другой стороны, как раз то, что, наверное, ждет нас с течением какого-то времени. То, что мы слышали от господина Тегипко, что надо инвестировать в технологию, правда? Что это все-таки как-то инфраструктура остается, но будет более технологичная. Это то, что ты говоришь, да? Да. Я как раз имею в виду, то, что мы в принципе должны повышать эффективность всех наших процессов. То есть мы, на мой взгляд, опять же, были достаточно очень традиционалистичны, то есть когда рассматривали отделение, это как какой-то большой канал продаж, взаимодействие с клиентом, который должен обязательно к нам приходить и тому подобное, и тому подобное. Что было к тому, что вроде загрузка есть, а эффективности нет. И более того, есть даже клиентская боль. Зачем ему каждый раз приходить? Сейчас мы видим, на самом деле, расцвет совершенно новой парадигмы, которая условно называется mobile only. Даже не omni-channel уже, а mobile only. О том, что в принципе развитие технологий, развитие интернета, связи, то есть развитие мобильных телефонов, на самом деле позволяет уже переводить большинство процессов, как сервисных, так и продажных, в дистанционные каналы. Сдерживающим фактором является, наверное, где-то еще сама финансовая неграмотность самих клиентов, с одной стороны, с другой стороны, возможно, не самые эффективные процессы, которые есть у нас, но тренд на то, чтобы отделения превратились, наверное, в какой-то аналог шоурума и мешка денег в виде кассы, то есть он неоспорим. И в принципе это то, что будет происходить. Наша задача – суметь быть в числе первых, кто в принципе клиенту предоставит удобный новый опыт, новые возможности и комфорт, связанный с этим. Вы знаете, мы немножко плачемся по этим отделениям. Я смотрю на это как инвестор, как собственник. Когда у нас приходит самоокупаемость по отделению? Один год, и оно становится самоокупаемым. За сколько мы окупаем инвестиции в отделение? Три года. Назовите мне другие каналы, которые вы уже сделали, которые вам дают такую экономику. Да, какая-то перспектива здесь ограничена, я считаю, но на сегодняшний момент мы, имея в том же кредит-маркете многоканальные продажи, самые эффективные сегодня у нас отделения. Да, это маленькие отделения, да, это бескассовые отделения, но это работает на сегодняшний момент. Что говорить о теории? Мы же деньги зарабатываем, а не теоретики. Поэтому мы однозначно будем развивать технологию, но с другой стороны, мы пока будем увеличивать количество отделений. Я сказал, мы ничего из ВС не закроем. Там, по-моему, 39 отделений, все они останутся. Если будут неэффективно работать, вот тогда это другой разговор. Первое, это директора поменяем, а второе, подумаем, может быть и локация неправильная. Поэтому у нас подход очень прагматичный. Пока это работает, это будет работать. Закрыть это легко. Завтра всех уволил, сказал до побачения отделение, если не твое, отдал с аренды и так далее. А еще один вопрос. А пассивы где вы соберете и каким образом? Для кого-то, если стоять на месте, это не тема. А для нас, которые в прошлом году 114, в этом году 70 процентов роста, а до конца года еще осталось там самые сладкие месяцы, каким образом собирать пассивы? Кто-то готов покупать наши бумаги, оптом и так далее? Или у нас внешние рынки открылись уже? Ни у европейцев, ни у нас этого нет. Поэтому брюхом землю надо чувствовать. Надо опускаться и смотреть на реальный бизнес и деньги зарабатывать. Спасибо. Я согласен, что отделение – это абсурдная необходимость. Я, честно говоря, в мобиль-онли не верю. И то, что я вижу европейский или российский опыт, пока думаю, что не подтверждает эту теорию, что мобиль-онли работает. А придет время к ипотеке. Выдайте по мобильному ипотеку. Пусть попробует. А авто – это тоже проблема. Тоже все равно нужен человек и нос к носу. Поэтому собрать информацию еще не все. Я считаю, что здесь еще надо думать. А тут в качестве оппонента, думаю, Брэд Кинг будет рассказывать, как ипотеку можно выдавать по-другому. Как переформатируется наше отделение? Если честно, я занимаю несколько другую позицию. Дело в том, что просто очень тяжело, конечно, отказаться действительно от канала, который приносит, ну, к на сегодняшний момент дешевый и как бы объективно, ну, просто это противоречит здравому смыслу действительно. В то же время, ну, в мире абсолютно противоположные тенденции наблюдаются. Закрытие массового отделения, ну, Брэд Кинг, ну, вы можете сами, наверное, на эту тему рассказывать, у нее там всякие были книги на эту тему и продолжаются. Но это действительно же правда. И сейчас технологии позволяют менять некоторым образом клиентское поведение и приводить их в удаленный канал, раз, и второе, открывать свою платформу для других банков. То есть необходимо банкам строить взаимодействие между собой и с другими участниками этого рынка, с лидогенераторами, с интернет-провайдерами, с застройщиками и так далее. То есть тотальный брокерич, это, в принципе, на мой взгляд, это будущее мирового банкинга. Я просто не верю в то, что Украина будет вне этого тренда. Это просто нереально. И на самом деле просто даже неэффективно. Если мы, просто здесь не существует мощного пуша со стороны банков, чтобы это было. Потому что во многом, ну, это как некая голландская болезнь, да, но очень тяжело, например, закрывать отделение, тереть пассивы и так далее. Вот мы говорим, почему Тинькофф получил? Потому что он изначально себя обрезал в этой возможности и сказал, я пойду по другому пути. Да, я понесу какие-то косты, вначале больше. У него были операционные расходы колоссальные на приобретение клиентов, потом перевод этого канала основной у него в интернет. Но дальше он смог и депозиты привлекать в огромных объемах, без отделений. До сих пор, правда, это единственный банк, так сказать, в России, который так работает. Никто не смог повторить его успеха. Это да. И в СНГ тоже, насколько я знаю, примеров практически нет. Но банки сейчас становятся а-маркетплейсами, и банки переходят в удаленные каналы, банки открывают АПИ. Это примеровая тенденция. Мне кажется, нам как-то надо двигаться в этом отношении и меньше закрываться, потому что вряд ли мы увидим тот банк, который сможет продавать все продукты. Кто-то на чем-то будет специализироваться, кто-то будет специализироваться на ипотеке, кто-то больше будет на кредитных картах и так далее, кто-то на автокредах. Каждый банк должен быть заинтересован в увеличении каналов продаж, как сказал Сергей Леонидович, значит, надо больше работать друг с другом, значит, надо продавать продукты друг с другом, значит, надо делать этот брокереж. И во многих странах мы видим эту тенденцию. Поэтому мне кажется, что, по большому счету, клиентов в отделении делать нечего, может быть, сейчас 3-5 лет мы смотрим, да, еще отделения будут, но в дальнейшем клиент надо переводить в удаленный канал. Это мой глубокий убеждение. Я в этом вопросе, можно назвать так, может, это не модно, но я закоренелый традиционалист. Я сторонник работы отделений. Если говорить о результатах, ну вот Сергей Леонидович приводил свои темпы роста, ну уж я могу сказать по Укргазбанку, у нас рост за последние 2 года в 3 раза вырос банк. Поэтому я хочу обратить внимание, что если банк позиционирует себя с количеством продуктов, превышающих 3 или 5, то ему работающее отделение, количество вопросов, да, качество, локация, мы все это знаем, это важно, команда тоже вас знает. Но если банк позиционирует себя, который продает количество продуктов для корпоратива, для малого, среднего, для розницы, то ему отделение необходимо. Это точка личного контакта с клиентом. Я не понимаю, как работать с корпоративным клиентом без отделений. Такого нет в нашей практике. Если банк позиционирует себя по модели Тинькова, который продает 2 продукта, ну окей, тогда эта модель может поддерживаться исключительно в онлайном режиме. Ну отлично. Я честно могу сказать, то есть я не понимаю, как продавать ипотеку дистанционно в нашей стране во всяком случае с уровнем регулирования. Но не публикирует? Нет, продавать чужие продукты это одно дело, да? Но эти чужие продукты кто-то должен сделать. Соответственно, эти чужие продукты будут делать тот банк, у которого рядом есть отделение. А пластмарк, который сейчас и беды, когда они делают? Поэтому мне кажется, что эта дискуссия, она зависит от, ну скажем так, от стратегии банка. Если в стратегии банка заложена минимизация и таргетирование определенного количества продуктов, которые возможно продавать дистанционно, отлично, я считаю, что это будущее и есть примеры успешные. Если стратегия банка предполагает универсализацию, я считаю, что в ближайшем обозримом будущем мы будем работать через отделение. – Простите, а можно я вопрос задам банкиров? Он Константину, наверное, будет близок очень, я буду признателен за комментарий. Мы не говорили совсем вообще пока, говорили о рознице. И на самом деле, как справедливо заметила Екатерина, в первый раз, наверное, мы в принципе начинаем говорить вообще не о корпоративе, а только-только-только о рознице, разной. Ипотека, спорим, есть она или нет, карточки, потреб кредиты и так далее, что, наверное, очень характерно. Можно вопрос из корпоратива задать по корпоративу раз и по плохому корпоративу два? Собственно говоря. Я отслеживал две истории клиентов, которые попали в естественные, к сожалению, в 2013-2014 году, клиентбанковских клиентов сложности. Это две крупных розничных сети, одна из которых Фози Групп, вторая Фуршет. Которые избрали два разных пути, то есть Фуршет решил идти и договариваться со всеми банками, кому он был должен, а Фози фактически принял решение, мы никому платить не будем, кому можем не платить, будем все направленные деньги на развитие отправлять собственного бизнеса, а потом как-нибудь расплатимся. Вот Константин с этим, к сожалению, насколько я понимаю, столкнулся, судился с ними, то есть вплоть до того, что они там дошли до суда и, в общем, очень серьезные претензии друг к другу. В конечном же итоге Фози оказался вторым ритейлером в Украине, Фуршет выпал далеко за пределы десятки и вопрос, скажем так, с точки зрения, если позволите, это два абсолютно разных кейса, де-факто реструктуризация работы с проблемной задолженностью. С вашей точки зрения, какой из них вам ближе и вообще, если можете прокомментировать эти кейсы? Это крайне больно обсуждать, потому что это просто ну это вообще, то есть люди, ну культура просто, платежная культура в этой стране отсутствует напрочь. И мало того, и законодательность для этого способствует, и коррупция в судах и все прочее. То есть люди считают, что это можно взять долг, так сказать, и не возвращать его, и развиваться на эти заемные деньги. Мы видели банк, который так жил. Ну и дальше какая судьба? Карма же на любом настигает. Ну да, сейчас он лидер, а дальше что будет? То есть я считаю, что я как банкир не могу с этим нормально спать, и любой из моих коллег то же самое будет, и все бы его доставали точно так же. Просто здесь вопрос в стратегии, кто-то может реструктуризировать долг, и, наверное, это был бы один из сценарий, мы себе не могли это позволить, все наши стратегии, поэтому мы стремились получить кэш-рекавери. Ну и, как правило, естественно, когда ты реструктуризируешь долг, если ты как бы сможешь договориться, то это, как правило, больше объема получения кэша в перспективе, просто по NPV. Но в данном конкретном случае, так сказать, мы пошли на какие-то для себя, может быть, не очень хорошие условия, но получили кэш. Вот как это получилось. Поэтому, я не знаю, один, значит, не отдает долги и плохо развивается, то есть отлично развивается, другой наоборот. Ну и что, теперь не отдавать долги, что ли? Какой-то странный вывод. Стратегия одного, насколько я понимаю, была, мы разовьемся, а потом заработку уже все вернем, ну или вернем там с позиции сильного будем разговаривать с банками. Извините. Нет, просто понимаете, вот когда такое происходит в регулярном, так сказать, режиме, там, в интервале 5 лет между кризисами, а потом, так сказать, ну не хочется просто кредитовать, просто не хочется возвращаться даже к этому. Ну, во-первых, сразу люди для себя делают выводы, а, надо снизить резко объемы, приходящиеся на одного заемщика, что, конечно, было, ну явно, так сказать, просто не соответствовало балансам. Вот, ну и, бы, прекратить кредитовать валюте в таких объемах для тех, кто не может выдержать, так сказать, девальвации, так сказать, просту своим бизнесом. Ну и способствовать изменению законодательной среды, чтобы заемщики не чувствовали себя столь безнаказанными. Ну и, безусловно, надо и себе голову пеплом посыпать, структурировать сделки тоже надо лучше. Надо брать поручительство собственника, надо посмотреть стоимость залогов, потому что потом в итоге надо будет гоняться за этим прекрасным заемщиком, который позволяет себе не отдавать долги и прекрасно развиваться. Нанимать Маккензи на три проекта, ну что я могу сделать? Ну прекрасно, конечно. А изначально, дорогие мои, ну мы же, если профессионально разбираться в теме, это же наша проблема. Мы сараи с вами оценивали по 3-4 тысячи долларов за метр квадратный, выдавали под эти сараи, несмотря сколько такие сараи стоят в Восточной Европе и так далее. Я сейчас с этим сталкиваюсь, потому что у нас с универсалом мы купили порядка 9 миллиардов долгов. И когда смотришь во франках, в долларах, выдавали кредиты, под что? Как оценивали? Фозе бы никогда, если бы не видели риска потерять собственность, условно говоря, если она там стоит тысячу долларов, а была оценена в 300-400, и они знали, что у меня есть бюджет на все остальное, да никогда бы они себе этого не позволили. Когда они переоценили это и понимают, что банку не очень выгодно, вот тогда они себе это позволяют. Поэтому сейчас, вот действительно, я с Сергеем согласен, нас каждый кризис чему-то учит. Личных поручить не брали, переоценивали недвижимость, а теперь сами плачемся. Да нет, прошло время просто рассчитываться. В продолжении темы, немножко тоже такой истории, правда, случилось после прошлого кризиса 9-го года, когда мы с одним из крупных промышленных предприятий, собственником сидим, пытаемся понять, как двигаться дальше, кризис потерял объемы, и он сидит так, взявшись за руку и говорит, говорит, ну ладно, я дурак, меня тут все подначивали, бери деньги, бери деньги, бери, ну вы-то зачем мне их дали? На самом деле, наша ответственность тоже есть за ситуацию, которая сложилась, я согласен. А я скажу, это функция банка. Мы посредники, мы должны у одних взять, вторым дать и следить, чтобы вернулось. Если мы перестаем быть и становимся таким простенькие продукты, канальчики и так далее, тогда не лезьте в корпорат, тогда не надо. Но сейчас доходность по корпорату тоже неплохая. И сегодня это во многих банках стабилизирующая часть. Понятно, не у тех, кто нахватался в свое время по теме или другим причинам. Ну то, что касается рынка корпорат, то сегодня, вот мы говорили по поводу один из потенциальных рынков, это consumer finance. Вот я считаю, что тот рынок, который мы же сами себе и сформировали, это правда, несколько лет назад, так вот этот рынок дестрест-активов, он является одним из самых привлекательных в корпоративе. И можно приводить кейсы, ну, Сергей может приводить еще, я думаю, в Украине порядка десяток, два десятка кейсов с разной стратегией заемщиков. Но фактически сегодня мы получили наследство наших же собственных излишнего оптимизма, мы получили новый рынок дестрест-активов, вот де-факто, который я считаю не менее привлекательным, чем рынок consumer. Мы ждем, когда вы уже продавать будете. А мы, нам продавать нечего, вы же знаете, мы покупаем в основном. Спрос, продолжаем с корпоративным бизнесом. Почему я, мы больше говорим о рознице, потому что, как я сказал, все банки об этом заявляют. А на самом деле, если мы смотрим корпоративный бизнес, есть очень, очень интересная статистика. С одной стороны, вот этот Национальный банк утверждает, что сами наши клиенты, они как-то восстанавливаются. Это на самом деле то, что вы говорили на своем примере, что они как-то уже готовы к росту, нормализуют ситуацию, начинают зарабатывать деньги и начинают инвестировать. Но если мы смотрим на статистику, есть очень интересная статистика. Вот смотрите, там последнюю цифру, что только 5% корпоративных инвестиций финансируются банковскими кредитами. 95% как-то прошли или проходят мимо нас. Я думаю, что это какой-то самый интересный, самый существенный вопрос. И об этом мы уже начали дискуссию с господином Тегибко в прошлом году, когда я ему говорил, что с одной стороны, у вас большая империя, и вы гордитесь, что они работают без кредитов, а с другой стороны, вы инвестируете в банки, которые должны кредитовать кого-то. Тут тоже есть определенная противоречия. Кого кредитовать, если самые хорошие клиенты не берут кредит? И статистика это на самом деле сейчас уже подтверждает, потому что 95% как-то не берут. Кто хочет? Первое. В каждом секторе есть звезды, и в каждом секторе есть кого кредитовать. Есть другая проблема. Есть проблема рентабельности. Если вы смотрите на реальный сектор экономики, скажем, четвертый передел металлургии, 5-7% рентабельности. Мы с вами анализировали продажу мяса птицы. Долгое время было падение 5% рентабельности. И так кого не возьми. Было время, когда было сладко. Сейчас только-только они начинают потихонечку отрастать. Но четвертый передел, это конкурентная штука. Условно говоря, метизные заводы, там еще так далее. В вагоностроения никогда не было 15% рентабельности. 10-12% рентабельности. Поэтому, кого кредитовать есть, они сегодня не готовы к нашим ставкам. Потому что у нас нет этого ресурса. Я с удовольствием прокредитую под вагоны. И мы работаем с вашей компанией по обратному лизингу. Потому что сегодня вагоны есть, но новый вагон не выдерживает 9% или 10% ставки. Не выдерживает просто. А для этого надо тогда покупать БО вагон, новый, миксовать и что-то делать. Понятно, что сегодня никто не занимается и никто не хочет влезть в эту экономику. И посмотреть, каким образом поднять этот экономический рост. Но я могу сказать так. Ставка падает, тренд устойчивый. С падением ставки каждый раз мы можем включать новый сектор кредитования. И так оно и будет. Если ставка продолжит падать по этому тренду, сейчас мы все в сельском хозяйстве, условно говоря. В коммерции пойдет и промышленный сектор и так далее. Но для этого нужны более конкурентные ставки. Спасибо. Я бы добавил, знаете, есть и необходимость определенной трансформации корпоративного сектора. Потому что правила игры достаточно серьезно поменялись. С точки зрения прозрачности, понимания рентабельности бизнеса. Национальный банк достаточно справедливо даже ужесточил правила резервирования. То есть компания должна быть в публичном секторе прибыльной, иметь достаточно нормальную структуру баланса, оправданный кэшфлоу, подтверждающий необходимость и возможность возврата этого кредита. С высшей определенной суммы должен быть аудит. Все это еще плюс к условиям по финансовому мониторингу, которые предполагают достаточно понятные, тоже прозрачные схемы финансирования. И здесь мы видим о том, что банковский сектор, он реально с точки требований поднялся. А корпоративный сектор продолжает еще жить немножко старой инерцией. Когда мы видим хорошее предприятие, с управленческой отчетностью, которая подтверждает эффективность, но в публичной плоскости эта компания выглядит плохо. И мы как кредитор, понимая, что кредитуя мы должны очислять в капитал в виде резервов, иметь повышенную нагрузку с точки зрения своего капитала, что тоже ухудшает возвратность этих средств с точки зрения окупаемости и тому подобное. Мы, к примеру, в нашем банке достаточно активно проводим такую просветительскую работу, объясняя, как поменялись правила. Для того, чтобы нормально иметь доступ к кредитным ресурсам, вы должны тоже меняться, вы должны тоже соответствовать, вы должны быть готовы к публичности, к аудиту, к трансформации собственности, структурированию более прозрачной части. И я считаю, что это, опять же, где-то наша даже социальная задача, именно как банковского сектора. Потому что в нашей стране, Насбанк пошел своим путем, то есть министерства экономики и остальные министерства живут немножко в другой части, и только мы, те, кто постоянно контактирует с нашими клиентами, становимся проводником этих новых правил. Я хотел чуть-чуть о другом сказать, но мне вот очень понравился сейчас комментарий Сергея. На самом деле, действительно, мы оказались в такой ситуации, благодаря правилам Национального банка, мы, я имею в виду банки, мы оказались в такой ситуации, что наши регуляторные правила поменялось, а рынок нет. С точки зрения, есть компании, конечно, которые соответствуют требованиям, с точки зрения раскрытия информации, консолидации в группы, и все это очень большая работа наших и фронт-офисов, и рисков, и комплайенсов. В общем, это титаническая работа. Другой вопрос, ну, понимаете, с моей точки зрения, это небольшой нонсенс. То есть просветительская работа, это не совсем наша с вами. Но не может так быть, что у нас вокруг в стране всюду четверг, и только в Насбанке суббота. Но, понимаете, вот так не может быть. Поэтому я считаю, что для всех этих правил должен быть переходный период. Ну, это моя личная точка зрения. А то, о чем я хотел прокомментировать, с точки зрения корпоративного аккредитования потенциального, ну, могу сказать, что мы для себя сейчас, ну, учитывая, что там наш корр-бизнес – это все, что связано с гринбэнкинг, я сейчас не буду брать реньюйбл, а вот скажу именно о энергоэффективности. Так вот, это чуть-чуть другое мышление. И в разных отраслях, я согласен, что сегодня есть отрасли, в которых восстанавливается рентабельность, есть отрасли, в которых она, ну, по-прежнему живет очень плохо, зависит от спроса внутреннего, внешнего. Но есть один сектор, который мы вот открыли сейчас, ну, достаточно активно осваиваем. Это называется энергоэффективность. Там, где психология аккредитования чуть-чуть другая, кредит возвращается не за счет дополнительно зарабатываемых денег, а за счет сэкономленных. Вот, то есть, когда вы меняете оборудование, которое меньше там тратит на, не знаю, меньше использует газа, энергии, то возникает экономия. Вот я вам хочу сказать, что для нас было внутри одним из самых тяжелых, одно из самых тяжелых вообще вызовов, это поменять, в общем, ментальность наших кредитных офицеров. То есть, для того, чтобы они эту логику могли принести в общение с клиентом. И это действительно ниша, которая сегодня, вот она открывалась. Что вы думаете, какой уровень процентных ставок обеспечивает включение вот этих других отраслей в процесс кредитования? Сейчас советское хозяйство, а потом, чтобы там машиностроение и так далее, и тому подобное. Это какой уровень? Ниже 10, около 5, европейские ставки. Кто что думает? Я вот недавно вернулся из нашего офиса во Франкфурте. Там они обсуждали клиенты, которым предлагали ставку 1,4%, а он говорит, не, не буду брать 1,2%, мне предложили, дорого. Думаю, что на самом деле ниже 10%, да, ниже 10% в том, и доллары там, наверное, еще ниже 5%. Вот примерно так. Давайте мы будем реалистами, да, мы не получим пассивы ниже ставки инфляции в национальной валюте, вот. Поэтому вот у нас базовый индикатор, который должен меняться. Ну, вот это вот, то есть говорить об уровне процентной ставки в гривне в отрыве от уровня инфляции, ну, это утопия. То, что касается кредитования в иностранной валюте, ну, а, это предприятие, которое имеет привязку к валютной выручке, или какой-то, ну, опять же, вернусь к нашим любимым, там, зеленый тариф получает по солнцу или по ветру. Ну, там, я считаю, что мы сделали большой шаг уже, то есть фактически ставки в иностранные валюты снизились по пассивам, особенно физических лиц. И там сегодня ставка там в районе 6-7, она вполне доступная. Был бы бизнес. Ну, я добавлю еще о том, что, наверное, там процентная ставка не является единственным механизмом запуска, потому что для таких отраслей, как машиностроение, которые там, ну, пострадали от этого кризиса, наверное, там, больше других, потому что потеряли там целый рынок, да, на котором они работали, на котором ориентировались, нужны, наверное, какие-то государственные программы. Там даже если мы предложим им под 5%, да, им нужно, в первую очередь, чтобы у них были контракты на продажу. Вот. И вот эта переориентация там, условно говоря, с одного большого рынка и поиск других, вот в этот период времени, наверное, им действительно очень нужна поддержка государства или каких-то государственных программ или протекционизма какого-то внутреннего, для того, чтобы они могли адаптироваться. Мы в прошлом году говорили о том, по-моему, Мудис, что там международный опыт показывает от 6 до 8% и, ну, уровень процентных ставок, и начинается рост. Но если условия неправильные, я могу приводить пример венгерский опыт после кризиса. В Венгрии была масштабная государственная программа, такой Funding for Lending, и уровень процентных ставок, по-моему, там максимально было 2,5%, это то, что уже начинает создавать спрос. Спасибо. Мы благодарим всех наших участников экспертной панели. Аплодисменты. Аплодисменты.